доброго дня сегодня рассмотрим полуавтомат кайзер 305 миг мак написано ну и мама почему рассмотрим что есть внутри 3 метровый кабель с его размер разъемом эластичный хороший не жесткий значит электроды держатели масса держатель 220 электрода наверно полтора масса но и такого среднего качества инструкция маска какие на за бумеранг она там для красоты лежит стекло под маску ручка под маску щетка молоток ну еще такая вроде бы как бы незаменимый что они пишут аппарат три режима работы это миг ммм миг это углекислота мак это аргон другие газы ммм а это идет электрод для работы с медным тофлюсовым дротом кабелем да и то есть евро коннектор я вам показывал цифровой дисплей да есть цифровой дисплей них цифровой дисплей воду находится верхнем левом углу комплект аксессуары для миг мак работа от напряжение сети 180 240 есть небольшой перепад так что в принципе для наших условий подходит 305 ампер это немножко как суда завышена но пишу 305 так и говорим работает такому как с газом так и без газа это имеется ввиду флюс без флюса электрод 165 миллиметров но это диапазон ампеража от 220 до 305 вес вес данного аппарата 19 3 килограмма ну производитель я так думаю всеми я знаю выродных а я нянг кэндэ майк ну короче язык сломаю в общем вот слово китай под начальник будет поставить на сам аппарат что можно рассказать про сам аппарат мы можем рассказать то что протяжка протяжкой металлическая двух роликовая это неплохая протяжка потому что на других аппаратах стоит и неплохо себя зарекомендовала под флюс под флюс если вы варите плюс насколько я вижу здесь надо плюс минус а менять есть крема 1 2 вы поменяли варите вкусом но мы сейчас попробуем и флюсом электродом ну я такой сварщик но попробовать все равно надо сам кабель евро рукав но обычный 15 маг называется он 15 для к 15 найдет в интернете 3 метровый ну как я и сказал нормально вроде бы эластичный это все остальное про простое не скажем без ничего но аппарат китайский как варит сейчас попробуем потому что пишут электродом шум варит до пятерочки до пятерочки я немножко сомневаюсь хотя четверка хорошо варит из четверка будет хорошо варить принципе нормально оправдал автомат козер 305 миг мак 305 2 в 1 значит что обозначает все вот эти крутилки крутилки кнопочки переключателя есть книжка сервис керевництво за эксплуатации из варимного аппарата миг мак миг миг 265 305 перед нами находится 305 ровно посередине ровно посередине вот значит начнем с этого регулятор струм ампераж второе регулятор напругой вольтаж 3 регулятор швидкости подачи дроту скорость подачи проволоки и четвертое регулятор индуктивности так это я и так знаю при ключах на ммн это электродом это полуавтомат это ускоренная подача проволоки чтобы не из пистолета кнопка за заправки дроту вот это вот называется на кнопку извините это не кнопка за заправки дроту это мой идет здесь сверху светлодиод сигнализация перевантажения и последний светлодиод живой жива не перевантажный но тебе датчик тень датчик температуры молнии bayonet плюс минус плюс идет это на ну тут нарисована даже под электрод минус это масса 0 вот что значит это но гайка по научному соединение зва сваривали на рукава миг мак паяльник вот здесь что еще еще плюсовая проволока в данном аппарате вот здесь вот ход здесь есть есть для замены вот плюсики и минусики менять ничего не надо оставляйте на плюсики это будет видно в дальнейшем видео там где я уже работаем пробую по крайней мере работать оставляйте минус минусе а тот плюс не трогать можно и поменять а то массу перестать и плюс работать будет тоже обязательно самое проще как всегда мы привыкли ничего не читать но вот в инструкции все написано обратно пробуем пробуем наверно сначала попробуем электрон а вот подключили мы провода для сварки электродом подготовили электроды четверка тройка вот потом нас обычный потом или что хотелось еще сказать например гарантия гарантия идет по всей украине с указанием вот сервисных центров гарантийным того не описывая трусы это как бы немаловажно это что говорится заводской китай когда с кайзером уже сталкиваемся давно аппарат хороших хорошего качества ну что сейчас попробуем электродами и мы убедимся на на самом деле варит он имели нет ну вот просто я буду сжигать электрода на вот это железяки вот маска хамелеон мы все приступим тестируем электрода маска обычно хамелеон имеется как обычно сейчас вот под голову настроить маска маска самое главное включить забыть переключаем в режиме муна ампераж на этом аппарате добавляется в момент работы я поставлю посередине проверим что получилось что-то хорошо нет по-моему в в в Тройка варит неплохо. Как по мне, учитывая то, что я не смажу, давайте попробуем четверкой и добавим. Паша, привет. Скажи пожалуйста, видеокамера будем вдвоем разбавить. Давайте, подходите, будете пробовать. Сейчас я попробую четверкой, четверкой попробую. Клиент отказался варить, но ничего. Аппарат варит четверкой, но я попробую порезать еще четверкой. Режет ли он четверкой. И тогда мы в принципе убедимся, что пятеркой варить можно. Запас мощности у данного аппарата, по крайней мере на электродах, поражает. Как показал тест, электродом до пятерки варить. Установили плюсовую провод. Включили сам аппарат. При установке, значит, пропускаете через пружинку, этот пластик затягиваете. И все это запустили вот в последствии полуавтомата. На выходе через евро рукав. Вот евро рукав ставили на место. Есть. Это просто нажатие кнопочки. Это быстрая подача. Звук. 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 Там, наверное, сопло стоит меньшего диаметра, но сейчас мы это все поправим. Сделаем улучшенный вариант. Значит, у нас остановилась флюсовая проволока, выяснили почему. Значит, в данном полуавтомате стоит на рукаве 0,8, наконечник 0,8. Так как проволока флюсовая 0,9, надо ставить единичку наконечник. Но почему-то в комплекте, в комплекте, в самом полуавтомате я не обнаружил единички. Вы снимаете муштук с пистолета, накручиваете единичку, и тогда она будет работать. Вот что и следовало доказать. Поменяли наконечник на 0,1 и проволочка пошла. Я второй или третий раз беру полуавтомат в руки, ну и сварку как бы. В общем, я обычный обыватель. Сейчас будем тренироваться. Если я знаю, что вы писали в комментариях, что варить омедненную проволоку намного лучше, намного лучше. Ну, в данном ситуации в магазине здесь пока нет возможности поставить баллон с углекислотой и показать вам, как варится омедненка. Но, опять же, я не специалист. Ну, сейчас будем пробовать, что получится. Пренировался немножко, поставил среднее значение. Но, опять же, надо повторять, что я не сварщик. Второй раз в жизни полуавтоматом работаю. Но что я обнаружил? Значит, здесь я звонил на сервис, они сказали полюсовку менять. Как бы и я рассказывал, что надо. Но, на самом деле, я вот поменял ее обратно. Плюс поставил на плюс-минус. Здесь на массу. И стало работать перед этим. Если менять полюсовку, и вы хотите варить флюсовой проволокой, получается, минусовый кабель надо в плюс засунуть. Ну, как-то так. На самом деле, можно ничего не менять. Все так же оставлять, как заводской идет в плюсе, чтобы варить флюсовой проволокой. И минус-минус стоит. Все подключается. Вот он заходит сюда, и вот он варит. Сейчас мы уже покажем визуально, как я варю. Критики пускай оценят, но это второй раз в жизни полуавтомат в руках. Сейчас еще я буду варить при видеосъемочке. Ну, как бы мне очень нравится работать полуавтоматом, чем сварка и намного удобнее. Продолжаем сейчас запись. Буду варить. Так, ну, сейчас попробуем снимать на видео. Посу todos. Варить spoon easily. Возьмите. Идет. Уже. Такая пасть. Ну, в принципе, опять же говорю, вот тут даже я пропалил и смог запаять отверстие. Вот сейчас есть отверстие, я попробую его сейчас запаять. Ну, как бы ничего сложного на первый взгляд, но вот как-то вот так вот получается. Еще раз, второй раз в жизни я взял полуавтомат в руки, как для этого, ну, вроде бы как ничего получается, плюс флюсовой провод. Вот отверстие, отверстие точно такое уже здесь было. Ну, шов ужасный, я понимаю, но опять же, не оп, каюсь. Ну, отверстие запаять получилось. Ну, эта штука неразрезная у нас вышла. Вот такой как бы шов. Рекомендую Кайзер 305 полуавтомат. Смотрите, оставляйте лайки, подписывайтесь, кому понравилось. Всем удачного дня, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok